всем привет сегодня я поделюсь с вами рецептом очень вкусного пирога который называется киш это французский пирог сегодня он у меня с куриной грудкой и брокколи и так какие продукты мне понадобятся для приготовления этого пирога для теста мука вода соль яйцо и сливочное масло для начинки куриная грудка овощной ассорти брокколи цветная капуста морковь и немного черри для заливки я буду использовать сыр сливки и яйцо готовим тесто рассеиваем муку всыпаем соль обваливаем охлажденное сливочное масло в муке и натираем его на крупной терке периодически обваливая в муке кусочек масла хорошенько смешиваем муку и масляную стружку делаем небольшое углубление в которое разбиваем яйцо и 2 столовые ложки ледяной воды очень быстро замешиваем тесто долго вымешивать его не нужно собираем тесто в шар кладем в пищевую пленку заворачиваем и убираем в холодильник пока тесто отдыхает в холодильнике подготовим начинку овощи отвариваем в подсоленной воде буквально одну минуту вода закипела подсаливаем и опускаем в кипящую воду овощи как только вода закипит засекаем время где-то 1-2 минуты максимум и сливаем воду тем временем куриную грудку разрезаем на три части вот такие не очень тонкие филе солим перчим с двух сторон а также по желанию можно добавить немного сушеного чеснока овощи готовы сливаем воду чтобы они быстрее остыли выкладываем их на тарелку сковороду наливаем немного оливкового или любого растительного масла ждем немного пока сковородка нагреется и выкладываем филе обжариваем на среднем огне с двух сторон до готовности пока куриная грудка обжаривается нарежем помидоры черри готовую куриную грудку нарезаем на небольшие кусочки пока овощи и курица остывают приготовим заливку в миску разбиваем яйцо выливаем жирные сливки подсаливаем и взбиваем если у вас крупные яйца то достаточно будет 1 яйца если мелкие то положите 2 отставляем пока в сторону все подготовили отдохнувшие тесто достаем из холодильника выкладываем его в форму и разминаем по дну формы формируя бортик формируем достаточно высокие бортики сантиметра 4 5 чтобы у нас поместилась вся начинка тесто накалываем вилочкой тем временем ставим разогреваться духовку на 200 градусов бортики тоже накалываем вилочкой отправляем форму в разогретую духовку минут на 10 слегка поджарить я решила поэкспериментировать и добавить в заливку одну столовую ложку ореховой мухи это мы делаем по желанию я решила попробовать добавить немного орехового вкуса наш пирог перемешиваем в миску выкладываем курицу овощи добавляем часть сыра вторую часть оставим чтобы присыпать наш пирог сверху и слегка перемешиваем прошло 10 минут тесто подрумянилось она слегка вздулась но у нас сейчас опадет когда мы вылим начинку и сверху присыпаем сыром отправляем пирог выпекаться минут на 50 при температуре 170 градусов прошел один час посмотрите какая красота получилась аромат стоит на всю квартиру осталось подождать пока он остынет и можно будет разрезать и пробовать прошло пять минут пирог еще горячий но я постараюсь снять форму вот такой шедевр у меня сегодня получился этот необычный вкусный пирог придется многим по вкусу ждем пока пирог еще немного остынет чтобы можно было его разрезать готовьте такие вкусные пироги а я на этом с вами прощаюсь всем приятного аппетита до новых встреч пока пока